всем привет с вами снова алексей глотков и канал мобайл девелопер сегодня мы обратимся уже к другому языку другой платформе сделаем скажем так простой простейший списочек на языке свифт для платформы а с потому что я пошел такому выводу что длинные видео они скажем так не несут настолько вот полезные нагрузки которые могли бы нести много коротких видео где вот модульно разобраны какие-то такие базовые простейшие вещи которые можно делать на android и на ios подобные видео будут на кодлине появляться возможно даже на java если будет интересно но вот для начала начнем с ios создадим новый xcode project но мы тут как бы разные есть виды приложений мы возьмем наш простейший single view of потому что мы будем делать все сами так назовем моего свифт ты повью зампу все то же самое кстати будет доступно на битбакете то есть сможете посмотреть исходный код ссылка будет в описании так next создаем на проект вот наш пустой проект я сразу скажу что да можно создавать вики не в сториборде можно делать все по-разному поскольку это простой проект и демонстрации именно списка да и я в принципе сторонник работы со сторибордом я буду делать это в сториборде вот наш вью контроллер который уже соединен с нашим файлом вью контроллер который пока ну пустой то есть шаблоны тут он и нам нужно добавить компонент который будет отвечать за отрисовку нашего списка этот компонент называется table view вот он table view мы его создали сейчас мы его сделаем на весь экран как нет вот здесь когда и создадим ему привязочки к экрану самые простейшие по нулям то есть он будет занимать у нас весь экран окей таблица готова теперь мы запустим наш симулятор посмотрим что получилось из простого добавления таблицы сейчас симулятор загрузится на и оси это кстати происходит несколько быстрее чем на андроиде хотя сейчас записываю видео поэтому возможно маку будет тяжело нет быстро все загрузилось но логично что мы видим пустой экран хотя по идее должен быть небольшой список плане того что здесь должны быть разделить надо просто не двигаются вот наш список он занимает весь экран ячейки пока не настроены теперь мы перейдем к настройке непосредственно самих ячеек давайте закончим с визуальной составляющей мы создадим не который назовем ну скажем давайте у нас будут страны да назовем его country-nip окей давайте создадим отдельную папочку для подобных ячейков в принципе это на мой взгляд хорошая практика создавать папочки для отдельных типов файлов но я так делаю мне так удобно потому что я точно знаю что здесь у меня лежат графические ячейки да вот здесь у меня лежат их таскет программная составляющая здесь у меня контроллер здесь у меня презентеры здесь все по папочкам так сюда мы кинем другой компонент который называется table view cell я думаю из названия понятно что он создан для того чтобы рисовать ячейки в списках здесь мы можем сделать любого вида кастомную ячейку напихать мне что угодно все будет зависеть от производительности телефона поэтому сейчас мы делаем вот такую штуку мы тоже его сделаем ну положим в юху сделаем на весь экран тоже делаем на весь экран окей ячейка у нас можно это задать высоту ячейки но но в принципе ладно давайте зайдем высоту сделаем ее 72 такую большую ячейку сделаем да он говорит о том что ячейка динамическая а ты завал фиксированную высоту поэтому я ему скажу что нужно все просто располагать по центральным осям вот наша ячейка так для удобства я покрашу ее в другой цвет чтобы было видно где зона находится так потом естественно я перекрашиваю обратно у нас будет тут не будет ничего хитрого еще раз говорю вы можете кинуть любой абсолютно любой компонент на вот эту вот эту вот ячейку то есть мы сделаем по сути два лейбла просто который будет который будет не помню чем говорил в общем смысл в том что может и любой компонент он будет здесь размещен единственное что я не советую в ячейке накидывать особо много всяких видео фото делать блюры и тени потому что это все очень сильно грузит телефон ну то есть с этим нужно быть аккуратным нужно как минимум проверять что она ники не тормозит и строль и так далее так мы кинем сюда 2 2 лейбла которые будут просто отображать название города и страны так окей сейчас так старт здесь мы сделаем отступы такие же слева справа 16 8 сверху нас так 8 так здесь мы зададим ему ой господи зачем я здесь мы зададим ему фиксированную высоту да и сделаем там лейблу маленько поменьше размер так все вроде все задали дать здесь уменьшим момента сделаем 84 да и здесь мы делаем 8 больше либо равно чтобы он как бы отступал от нижнего края если мы здесь зададим количество линии 0 допустим у нас будет большой текст он будет пытаться разместить его вот в этой зоне в зависимости от того сколько там будет текстом вот эта штука будет расширяться но у нас фиксированная высота ячейки если бы она была не фиксированная то ячейка бы расширяла в зависимости от того сколько там текста так ладно лейбла готова даже вроде настроенных внешний вид давайте какой-нибудь другой цвет зададим для отличия например вот такой и уберем наш ужасный серый фон обратно на белый вот ячейки теперь нам нужно это просто визуальное отображение нам теперь нужно как-то это связать с программным кодом запихнуть туда нужный нам текст что у нас будет список большой там будет много стран много ну там ячеек да у них разная информация нужно все все это поместить в каждую ячейку то есть по сути список этот table view он просто создает набор коллекцию из вот таких вот ячейк которые я сейчас нарисовал мы об этом ему явно потом скажем что именно таких ячейк нужно создавать и отображает их на экране то есть все очень просто работает так создаем папочку назовем ее cells и создадим новый файл который будет наследоваться от и и и я это его все назовем заимом канки сау так окей создали теперь нам нужно указать вот этой ячейки что она не просто ячейка да оба какая она является ну принадлежит классу country cell не с ней установлена как бы связь указали потом нам нужно будет для таблицы указывать что такое именно ячейку мы хотим использовать то есть это делается в айосе с помощью механизма вот этих вот идентифайров то есть мы указываем что используется ну то есть ячейка генерится по вот этому идентифайру и он тогда рисует ее а таких ячейк можно для таблицы на значит множество не одну назовем ее также назовем ее country cell так теперь теперь мы переходим в нашу ячейку так стоп а вот и нам нужно создать связи с нашими ну скажем так полями которые мы нарисовали первое у нас будет называться а вторая будет называться так только по ходу мы сделаем наоборот потому что логично что жирным должна быть должен быть город а не жирный типа порписка и бы страна в котором расположен поэтому это будет наоборот так окей здесь готова теперь нам нужно создать модельку потому что у нас же как бы но мы можем конечно передавать отдельно поля типа город и страна да но согласитесь что если у нас допустим из классу которого там 40 полей ты сложная ячейка там куча разных параметров нужно будете передавать все 40 полей а что если вы забудете какой-нибудь поле передать а что если нам нужно сделать одно поле ну ладно и потом бегать искать по всему коду вот эти все моменты лучше создать скажем так модельку класса которая будет описывать полностью нашу сущность грубо говоря взаимые просто канты и создадим отдельный отдельную бабушку взаимую модуль положим туда нашу модельку так моделька тут ничего нет это будет структура обычно с одноименным названием у нас будет мне давайте назовем сити и танки я сделал их чтобы они не были налабельным просто у нас тут всего два поля как бы если еще один из них малабельный но это вообще я наверное не буду использовать структуры а буду использовать прям класс для того теперь переходим нашу контроллер нам нужно создать списочек с нашими странными с нашими вот ну объектами скажем которые мы будем использовать создавать мы будем прям тут сити москвау там там так это наша первая модель но допустим лондон ну и какую страну создать город давайте так сделаем так создали наш массивчик из необходимых нам стран теперь нам нужно создать связь между контроллером ну то есть между тем вот объектом списка который мы создали в сториборде и непосредственно самим контроллером чтобы ну управлять это и тейбл так переносим сюда наш объект ну нельзя мы просто тейбл это наверное лучше правильно было бы назвать пока тейбл или как то так ну ладно это уже вопрос отдельный теперь нам нужно сделать чтобы делегатом и источником данных у нас был наш контроль он будет нам отдавать данные он будет управлять управлять наши таблицы он сейчас конечно подчеркнет красным там что типа вот ну не делегат не дата сорс да вот видите что в контроль не является не делегатом не дата сорсом поэтому нам нужно ну то есть тут есть два варианта можно написать прям тут через запятую расширение предпочитаю extension не знаю почему так просто удобный код как то проще делится на блоке так плюс можно контролировать момент приватности там файл приват делать приватную и так далее так view controller ui table view delegate и ui table view data source все сейчас должна красная штука убраться на какое-то время чтобы проанализировать что я написал теперь он говорит что view controller не отвечает протоколам table view delegate table view data source естественно я не написал необходимые методы основные методы которые являются необходимыми минимумом для этих протоколов это number of sections это количество секций в таблице то есть если вы видели в айфоне записную книжку там есть такие буковки типа A, B, V или ABC если это английский язык да и вот там вот это является секциями то есть список поделен как бы на секции у секции есть свой title свой view там можно много что делать с ними у нас будет одна секция у нас не будет секции если надо будет я могу записать отдельное видео как грамотно работать с секциями и разделять например тот же список стран например по там Европе Азии Америки там и т.д. это будут разные секции так следующий параметр это number of rows in section это параметр который возвращает ну вернее метод делегата который возвращает количество рядов для секции это очень важный момент у нас здесь одна секция поэтому количество рядов секции будет таким же как вот количество элементов в нашем массиве но если бы у нас было несколько секций например я бы разбил на Европу Азию там Америку и так далее то соответственно допустим секции было бы 3 например и допустим для нулевой секции я бы возвращал там количество стран которое есть в этой секции если там для 2 секции там количество стран в этой секции и так далее смысл в том что когда идёт отрисовка грубо говоря вот этих вот данных которые мы внесли в наш код то идёт пробежка по начале по количеству секций то есть оно идёт по секциям и пытается из источника данных в данном случае Это наш массив достать из нужной позиции То есть это некая такая матрица Пытается достать данные И если она обратится По индексу, которого не существует Будет ошибка Я не помню, как она в исходе звучит Типа индекс out of balance Но смысл в том, что индекс вышел За пределы массива За пределы границ массива, которые доступны Поэтому очень внимательно будьте с параметром Number of sections и number of rows in sections Так, и теперь Self-roll it Это конкретно уже отрисовка ячейки Для нашей таблицы Тут вот можно творить Всякую магию Смотрите, например, у нас есть три типа разных ячеек Чисто они даже графически Отличаются не только информацией А вот прям смысл у них разный Например К примеру, мы решим Разный дизайн сделать для ячейки из Европы Для ячейки из Азии Для ячейки из Америки То Вот в этом В этом методе делегата Мы можем Скажем так Основываясь на неком параметре У модели, например Если я бы ввел еще третий параметр Например Континент Или там Я бы мог на основе этого параметра Разделять, грубо говоря Какую ячейку нужно нарисовать На вот этот параметр Но у нас тут одна ячейка Поэтому все будет гораздо проще Вот этим методом Мы, грубо говоря Достаем из очереди Из переиспользуемых ячеек Нашу ячейку Да, если она не существует Она создастся сама Если существует Она будет переиспользована Нужен наш идентифайер Вот тот самый Который Мы написали в нашем В нашем ник файле Мы назовем его просто CellDentifier И сделаем следующим Образом По-моему это делается Так, если не ошибаюсь По-моему да Таким образом Используя, скажем Вот такой подход А не просто вручную Написав Country Cell Мы страхуем себя От случайных ошибок От регрессионных ошибок Возникающих в ходе рефакторинга Допустим я решил Переименовать свою ячейку Ну во что-то другое Да, у нее допустим Изменился смысл Она расширилась Как-то и так далее Я ее переименовал Если бы у меня вот здесь Была просто строковая константа То Мне пришлось бы Во всех местах Где используется ячейка Переименовать строковую константу Иначе Каждый раз Когда он пытался бы Обратиться по идентифайру К ячейке Приложение бы вылетало Потому что Такого идентифайра Не существует Оно перестало совпадать Поэтому Лучше Ну чтобы оно совпадало С именем С именем ячейки В нашем НИБе Еще раз покажу Вот оно И соответственно Так же мы называем Ячейку И так же мы называем Ну скажем так Идентифайр Так оно будет совпадать Так Селдентифайр И для индекс пасс Видите вот он указывает Для конкретных индекс пасс Содержит в себе строку и секцию То есть именно для этих параметров Он попытается создать Ячейку нужного типа Которую мы указали В селдентифайре Так Нужно преобразовать ее В кантри сел Потому что нам нужен метод Непосредственно этой ячейки Сел это более Скажем так Ну метод диквей Возвращает Более скажем так Общую сущность Под названием UITable.esl Так Теперь нам нужно сделать Сетап Мы специальный метод прописали И передать сюда нашу модельку Модельку Мы можем получить Обратившись По индексу К нашему массиву Вот здесь я про это и говорю Что если здесь мы обратимся По тому индексу Которого Нету В нашем массиве Произойдет Выдет приложение С ошибкой Выход за рамки массива Так Сетап модел Все мы сделали Так Теперь осталась еще одна Очень важная вещь Наша таблица Не знает Откуда С какого графического файла Ей Брать Графическое представление Скажем так Наши ячейки Она знает Откуда брать его программно То есть Вот откуда Где код находится Условно говоря Для этого нам нужно Зарегистрировать наш ниб К нашей таблице Делается это Вот таким способом Нибнейм у нас Камки ниб Можно кстати Также сделать Допустим Со страниц Подскрайбинг Да Например Так Bundle New Так Self-identifier Все указали Ну вроде должно заработать Попробуем Да Вот наши страны Теперь еще пару фишечек Скажем так Которые помогут вам Ну Сделать Работу С TableView Попроще По сути В iOS приложениях Большую часть Сущностей Можно представить Как TableView У которой есть Footer и Header Header это то что Сверху Вьюха Она тоже настраивается И делается Какое угодно Footer это то что Снизу И Правда Единственный минус Если вам нужны Статичные элементы Это неповредно Потому что И то и то Ездит вместе с таблицей Давайте избавимся От этих вот Надеедовых полосах Снизу Потому что Мы же хотим Чтоб на список Заканчивался там Где он Начался Правильно Ой Заканчивался там Где он заканчивается А не продолжался Пустыми полосками Так Для этого Нам нужно просто Footer Создать Пустое View И все Тогда он поймет Что таблица Заканчивается Именно здесь Смотрим Все Нет Зажачих полос Снизу Теперь Интересный момент Смотрите У нас нет Никакой логики Переходов Внутрь Да Поэтому мы Хотим Чтобы оно Просто нажималось Красивенько И все Грубо говоря Но Поэтому мы Не хотим Выключить Полностью Эффект нажатия Который Есть по умолчанию Что делать В этом случае Есть еще Один метод Делегата Который Называется Deselect Row To же Самое Что Селф Ро Это Обрабатывает Нажатие На ячейку В этом месте Мы просто Делаем Deselect Row Index Path Animate True Он Будет Выключать Селекшн Нашего Ряда С анимацией Выглядит Это Примерно Вот так Красивый Эффект Нажатия Можно Много Чего Настраивать Можно Настраивать Длину Вот Например Вот Этого Разделителя Все Что Касается Информации Непосредственно В самой Ячейке Настраивается В файле NIP Можно Сюда Поместить Картинку Кнопку Что Угодно Попробуйте Создавайте Свои Списки Если У вас Есть Вопросы Пишите Их Обязательно Я буду Стараться Снимать Видео Ответы На ваши Вопросы С вами Был Лисий Гладков Это Канал Mobile Developer Всем Пока